Ну а мы продолжаем. Пенсии казахстанцев пойдут на строительство торгово-развлекательного центра в Астане. Мега Силквей появится в городе Экспо. Сегодня эту информацию официально подтвердили. Речь идет о 15 миллиардах тенге народных сбережений. Эту сумму бизнесмена Нурлану Смогулову выделила дочерняя организация национального холдинга Батирек. Как такое стало возможным и почему эксперты считают эту сделку неэффективной? Жанна Рахимжанова разбиралась. Этот объект так бы и остался очередным торговым центром, если бы не новость о том, что частично его возводят на пенсии казахстанцев. Из-за девальвации Мега Силквей проект бизнесмена Нурлана Смогулова оказался под угрозой срыва. Собственных денег на завершение строительства предпринимателю не хватило, и он обратился за кредитом к государству. Цена вопроса 15 миллиардов тенге. Заявку бизнесмена одобрили, в ход пошли активы единого пенсионного фонда. А зачем вот эта торговля? И так, смотри, сколько торгового всего. Все заставили. Только торгуют все у нас. Никто не работает, все торгуют. Поэтому не надо в торговлю. Торговлю же это тоже деньги. Может быть, сохранить, может быть, нет. Но они гарантии дают, не дают. Если 100% на гарантии, то можно. Эффективность такой инвестиции вызвала сомнения и у экспертов-экономистов. Некогда руководивший Ассоциацией пенсионных фондов Айдар Алибаев уверен, Национальные банки правительства заключили не лучшую сделку, профинансировав пенсиями строительство торгового центра. Если бы в качестве аргументации звучало, что мы будем строить торговые центры, финансировать бюджет, квази-государственные компании и так далее, я думаю, ни о какой пенсионной реформе не могло бы быть речь. Потому что, если вы помните, одним из основных аргументов, скажем так, продавливания непопулярной в то время пенсионной реформы, был аргумент инвестирования в реальный сектор, подъем реального сектора, промышленности и так далее, инфраструктуры и так далее. Куда вложить народные деньги решает правительство и Национальный банк. В начале года 400 миллиардов пенсионных активов они направили на финансирование субъектов квази-государственного сектора. Поэтому кредит, выданный на строительство торгового центра, вполне законный, а для вкладчиков еще и прибыльный, считает финрегулятор. Инвестирование пенсионных активов и НПФ осуществляется на возвратной основе по рыночным процентным ставкам. В частности, пенсионные активы и НПФ инвестированы в ряд облигаций АО «Банк развития Казахстана» со сроком погашения от 10 до 15 лет и ставкой вознаграждения от 14 до 15% годовых. По данным Банка развития, кредит на строительство «Мега Силкуэ» выделил АО «Батерек Девелопмент». Это бывший фонд стрессовых активов, который скупал проблемные ипотечные займы у банков в 2008 году. А сейчас переименованная организация финансирует строительство жилых домов по госпрограмме и объектов на территории ЭКСПО. И, очевидно, за счет пенсионных накоплений. Впрочем, эту сделку в БРК назвали высокоэффективной, в чем убежденный сам владелец «Мега Силкуэй». По словам Нурлана Смогулова, торговый центр в декабре будет сдан в эксплуатацию. Уже сейчас подписано более 70% договоров аренды.